ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Глория Джинс – стабильная компания, обеспечивающая рабочие места тысячам людей по всей стране. Корпорация стабильно развивается и открывает новые обособленные подразделения. Красносулинское подразделение функционирует уже три года. Здесь работает 106 человек. Все они увлеченные и преданные своему делу людям. Подразделение работает стабильно, работает уже в течение трех лет. Постоянно совершенствуется, увеличивает эффективность своего труда, производительность и все остальные показатели производственные. Я очень рада своими людьми. Они приходят сюда зарабатывать деньги. У нас заработная плата сравнительно в Красносулинске, я думаю, что очень приличная. И здесь реальные возможности заработать деньги. То есть у нас на данный момент заработная плата с октября месяца, с 1 октября, поднялась с 11 500 до 17 тысяч рублей, которые реально возможно заработать. Главное – желание работать. Сулинский цех занимается пошивом. Из Новошахтинска сюда доставляются раскроенные детали одежды. Квалифицированные швей производят так называемый полуфабрикат. На первый взгляд это уже готовая одежда. Но изделия должны пройти дополнительную обработку. Это варка, декор, стразами, пуговицами и вышивкой в зависимости от модели. Вся эта работа выполняется на другой фабрике в городе Шахты. Когда одежда приобретает товарный вид, она отправляется в магазины, где и находит своего хозяина. Но вернемся к самому началу. Строчка за строчкой, стежок за стежком. Десятки швейных машин трудолюбиво трещат в Сулинском цехе с 8 утра до половины пятого вечера. Именно по такому графику с получасовым перерывом работают здесь швей, мастера, технологи и руководители. Свою работу они любят. И дело не только в коллективе, который здесь, надо заметить, невероятно дружный. И даже не в том, что зарплата у работников очень даже достойная. Просто эта небольшая фабрика или, как правильно говорить, обособленное подразделение – одна большая сплоченная семья. Многие сотрудники работают здесь с самого открытия. А кто-то пришел совсем недавно, но уже успел влиться в коллектив. Я пришла на эту работу еще 7 лет назад в связи с тем, что в городе зарплаты нигде не было. А в корпорации «Глория Джин» платили всегда, своевременно. И поэтому вынуждены были пойти попробовать. Ну вот уже 7 лет и мне очень нравится. Нравится то, что здесь в принципе соблюдается закон, что не скажешь о каких-то там мелких фирмах. Здесь у нас охрана труда, безопасность, все это работает от и до. И, соответственно, ты знаешь объем своей работы и знаешь, сколько и что ты за это получишь. Поэтому, конечно, мне здесь нравится. Предприятие не первый год на рынке, корпорация огромная, сеть швейных фабрик, отделок, магазины, розничная сеть. Почему бы нет? Своевременная выплата зарплаты и аванса два раза в месяц. А что нам сейчас нужно? Нам нужна гарантия в жизни. Мы должны знать, что у меня завтра будет чем накормить ребенка и во что его одеть. Поэтому я считаю, что только стоит. А насчет того, что тяжело в «Глории», ну мне не 17 и совсем даже уже не 20. Я не считаю эту работу тяжелой. Я и до этого в Зверево работала, а потом сюда пришла. Мне всем нравится, потому что я швея сама. Я сама портной верхней женской и детской одежды. Поэтому я и пришла сюда. Пришла сюда, я вообще-то хотела контролером прийти, но поставили меня мастером. Мастер, ну что он должен? Организовать работу, наладить в бригаде работу. Ну не знаю, но мне это все нравится. Сама бригада нравится, очень нравится. Нравится в бригаде швей, очень нравится. Не знаю, нравится директор мне. Поэтому я, наверное, здесь и работаю. И вообще весь служащий коллектив нравится. Я технолог швейного производства и малой механизации. Пришла я сюда с Новошахтинской фабрики. Послали меня в командировку. Там проработала полгода. Здесь уже полтора года. Нравится мне, конечно же, больше здесь. Здесь меньше коллектив. Люди добрее. Все как бы устраивает. Ну и директор тоже у нас хороший. Работа моя заключается в том, что я запускаю новые модели, показываю по операционной операции, правильность технологических узлов, обработки новых моделей, установка оборудования. Конечно, основа коллектива швей. Но нельзя забывать и людей, через чьи руки проходят все увольнения, приемы на работу и многочисленная документация. Я работаю специалистом по кадрам в корпорации второй год. Я веду прием работников на работу, увольнения, все кадровые перемещения. Коллектив сплоченный. Не могу сказать, что здесь большая текучка кадров. Ну, что самое интересное, это парадоксально. Люди, отработавшие здесь по два, по три раза, опять возвращаются на круги своя. Даже такие звучали слова в телефонном разговоре. Я приглашаю бывших сотрудников на работу с нами сотрудничать. Вы знаете, некоторые даже плачут. И я слышала такие слова, что вот хожу мимо Глория, боюсь зайти. А вдруг, а как воспримут опять мой приход? Мы всегда идем на встречу таким людям и приглашаем к сотрудничеству. Люди возвращаются очень благодарны. С 1 октября 2012 года зарплата повысилась у швеи до 17 тысяч рублей. Я считаю, это замечательная зарплата, дающая как-то, я не знаю, поднимающая настроение даже, можно сказать. Какой-то стимул в жизни трудиться, жить, работать именно непосредственно в родном городе. Чтобы не уезжать за пределы, куда-то по вахтам, не бросать детей на произвол судьбы и улицы. Поэтому перспективы хорошие открываются для наших людей. Перспективы развития компании действительно впечатляют. Руководство заботится не только о расширении производства и увеличении объема продаж. Многочисленные социальные программы и постоянная забота о сотрудниках – это целая система, стабильная и развивающаяся. Стремимся к тому, чтобы людям, работающим у нас было максимально приятно, удобно, чтобы они видели заботу компании. У нас очень много социальных программ, которые направлены на повышение уровня жизни наших работников. У нас действуют программы защиты одиноких матерей, программы помощи многодетным семьям. Мы отправляем детей и работников на летний отдых. С 1 октября этого года у нас произошло увеличение заработной платы для швейного персонала. Заработная плата швей у нас теперь будет в районе 17 тысяч рублей. Я считаю, что это достойная заработная плата за достойную работу наших сотрудников. Поэтому всех ждем к нам с удовольствием, приходите, мы будем вам рады. Люди к нам идут, да, те, которые у нас остаются работать, они себя показывают с лучшей стороны. Я думаю, что они видят заботу компании о них. Высокая заработная плата – мощный стимул для сотрудников, поэтому работа швей привлекает даже мужчин. Эту работу я нашел по одной простой причине, что основная моя специальность – это портной. Я заканчивал в Ростове еще в конце 70-х, в начале 80-х годов учебное заведение. Потом в период перестройки, когда открылся рынок и заполонили, ателье стали немодными, неориентабельными. Их позакрывали, я некоторое время в профессии не работал, уходил, так сказать, в мужские профессии. Но ввиду того, что вот такой дефицит работы сейчас стал, пришлось вернуться к старой профессии. Работаю доволен, коллектив хороший, начальник требовательный, но справедливый, поэтому меня все устраивает. Кто-то скажет, что не мужское это дело, но Александр Языкин считает свою работу престижной и востребованной. А что для мужчины главное? Конечно же, стабильный доход и уверенность в завтрашнем дне. У меня было призвание, желание, я всю жизнь работаю в швейной промышленности. Так что советовать я никому ничего не могу по одной простой причине, что работа кропотливая и нужна усидчивость. Поэтому вот так, перекуривать некогда. Сотрудники компании сами активно пользуются производимой ими продукцией. Во-первых, они точно знают, что покупают качественный товар. А во-вторых, своим работникам корпорация предоставляет скидку 25%. Это еще один приятный бонус к высокой зарплате и возможности работать в родном городе. Теперь вы знаете, как производится любимая многими одежда. А может, кто-то из вас станет частью большой дружной команды.